Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на библейском портале экзегет, и мы с вами читаем книгу Тавита. Мы уже с вами прочитали три главы, сегодня четвертая глава. В предыдущих главах рассказывается о том, как Тавит, благочестивый еврей, был уведен в ассирийский плен, и в этом плену он ослеп. Также параллельно рассказывается про девушку, которую зовут Сара, которая семь раз пыталась выйти замуж, но в первую брачную ночь злой дух Асмадей убивал ее мужей, и она терпит поношение своих служанок, ну и вообще страдает от этого. Она молится, просит, чтобы Господь ее избавил от этого поношения, либо умертвил, либо действительно избавил ее от таких страданий. Ну и сегодня четвертая глава, давайте ее читать. В этот день вспомнил Тавит о серебре, который отдал на сохранение Гаваилу в рагах Медийских. Сыскал он сам себе, я просил смерти, что же не позову сына Тавию, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер. И призывав его, сказал, сын мой, когда я умру, похорони меня, не покидай матери своей, почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодно ей и не причиняй ей огорчению. Помни, сын мой, что она много имела скорби из-за тебя еще во время чревоношения, когда она умрет, похорони подле меня в одном гробе. Ну, почему речь идет о серебре? Монеты, конечно, уже к тому времени появились, но в основной массе люди платили просто весом, весом серебра. Вот, раги Медийские, это Мидия, это Персия, это достаточно далеко от Ниневии, где находится в плену Тавит. Вот, значит, у Тавита есть сын Тавия, который должен пойти и забрать это серебро, но перед этим дается наставление о почитании родителей. Пятая заповедь, заповедь о почитании родителей, здесь повторяется. Вот, и что интересно, дается такое наставление, что после смерти Тавита и Анны, а именно так зовут жену Тавита и мать Тавии, они должны быть похоронены в одном гробе. Здесь, ну, как бы, явная отсылка к тем историям у патриарха, которые тоже были похоронены в одном гробе. Сара и Авраам, Ревека и Исаак, Лия и Иаков. Дальше идет наставление, достаточно объемное, значит, и здесь мы можем понять, во что верили иудеи во время написания этой книги. Ну, понятно, что благочестивые иудеи. Ну, пути беззакония, это понятно, что это беззаконная жизнь, вот этот образ дороги, по которой идет человек, дороги жизни. Ну, и звучат те наставления, которые неоднократно звучат и в Ветхом Завете, ну, и нам они понятны. Если жить благочестиво, то будет хорошо. Обратите внимание, что Тавид был благочестив, однако он ослеп. Однако он все равно говорит о том, что нужно жить благочестиво, и за это будет награда. Почему? Ну, потому что так учит Священное Писание. Если взять книгу Притчи, то об этом говорится неоднократно. Хотя в той же самой книге Притчи говорится, что нужно принимать наказание от Господа, потому что Господь наказывает того Сына, которого любит. Из имения Твоего подавай милостыню, и не жалеет гластва, когда будешь творить милостынь. И ни от какого нищего не отвращай лицо Твоего, тогда и от Тебя не отвратится лицо Божие. Ну, здесь вводится учение о милостыне, оно дальше еще будет продолжаться, о том, что оно приносит большую пользу. Ну, это учение мы сохраняем, что милостыня важна. И есть такой образ, что когда человек дает милостыню, он как бы дает в долг самому Богу. Это место достаточно популярно и достаточно часто цитируется, когда говорится действительно о милостыне. Если понимать буквально этот десятый стих, ибо милостыня избаляет от смерти и пускается идти во тьму, то в контексте самой книги означает следующее. Если ты будешь давать милостыню, ты долго проживешь. Но если эту цитату берут как бы отдельно от книги и цитируют, то обычно понимают, что милостыня – это то, что приносит пользу уже после смерти. И человек, который был милостивый и давал милостыню, будет по этой милостыне прощен. Милостыня есть богатая для всех, кто творит ее пред Всевышним. Значит, почему милостыня и творение перед Всевышним? Значит, милостыня, как, впрочем, и другие дела, которые здесь перечислены, – это свидетельство веры. Человек может заявить, что он является верующим, он может даже ходить в храм, приносить жертвы, исполнять какие-то предписания, ритуалы, но при этом он не покажет свою веру. А как он может показать свою веру? Через добрые дела. Вот поэтому здесь милостыня, много о ней говорится, как проявление добрых дел. То есть не надо представлять, что человек раздает милостыню, и у него автоматически все получается. Нет, милостыня – это внешний показатель того, что происходит на сердце человека. Следующее наставление касается половой жизни. «Береги, сын мой, всякого вида распутся. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены наземной, которая не из колена отца твоего. Ибо мы, сыны пророков, издрелят сын Ашиной, Авраам, Исаак и Акав. Помни, сын мой, что все они брали жены среды братьев, и были благословены в детесы, и потомство их наследует землю». Есть такой подход к брачной жизни, когда люди вступают в брачный союз только со своими единоплеменниками. И вот здесь то же самое. Но в данном случае дело даже не в том, что иноплеменники, иноземцы, а скорее проблемы с иноверчеством. Потому что жена иноземная – это, скорее всего, язычница. Поэтому такие вот запреты на брак с иноверующей. Но здесь он еще более ужесточается. Здесь даже не предполагается, что вот не говорится там «возьми жену верующую». «Нет, возьми жену не просто верующую, а еще и своего рода». Ну, чтобы точно гарантированно она была точно верующей, а не обратившейся в удаизм по каким-то причинам. Понятно, что книга Тавита и вот это наставление явно не совпадает с книгой «Руфь», где Бог благословляет брак вооза еврея и руфи-моавитянки. Но мы можем понять, что в тех условиях, в которых находились евреи, а жили они среди язычников, сохранение веры, сохранение народа, приходилось идти на такие жертвы. Дальше говорится, что патриархи женились только на своих родственницах. Но действительно Авраам, Исаак и Аков действительно были женаты на своих родственницах. Ну, про Ноя неизвестно, кто была жена Ноя. Скорее всего, здесь ссылка на какую-либо бестурию или мидраж. «Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозноси сердцем перед братьями твоими и перед сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять жену. Потому что от гордости погибели великое неустройство, а не потребство оскудения и разорения, не потребство есть мазь голода». Значит, здесь Тавид переходит от семейной жизни к тому, как себя должен вести человек. Гордость. В данном случае гордость – это… Здесь речь идет о том, что человек возносит себя выше законов божих. Непотребство – это вообще неправедная жизнь. И все это закончится тем, что человек просто обнищает. Когда-то выше Тавид сказал о том, что если ты же будешь жить благочестиво, то ты будешь благословлен. Если будешь жить неблагочестиво, то ты просто будешь голодать. Значит, что это? Это практически цитата из пятикнижья о том, как нужно платить наемнику. В данном случае наемнику платили каждый день. И человек отработал, ему дали плату, и он на эту плату пошел, купил себе еды. Если человеку не дать денег, не дать плату, то он ляжет голодным, и у него будут большие проблемы. Поэтому здесь такой призыв. Но это повторение законов пятикнижья. Дальше такое красивое наставление. Будь осторожен, сын, во всех поступках ты, и будь благоразумен во всех поведениях твоих. Ну, очень похоже на наставление книги-притчи. Ну и звучит практически золотое правило, что ненависть к небесному, того не делай никому. Мы знаем слова Господа нашего Иисуса Христа, который говорит о том, что как вы хотите, чтобы с вами поступали, люди с ними поступают так же. Святитель Иоанн Златоуст дает такой интересный комментарий на этот отрывок и на слова Христа. Он говорит, что это как бы две ступени. Сначала надо, ну или первая ступень, даже не сначала, а первая ступень, это не делать другим зла. А вторая ступень, это делать людям добро. Да, пожалуй, это в Ветхом Завете, ну, наверное, самое большое, что мог предложить Ветхий Завет. Нужно пришествие Христа, чтобы дать больше. Но если хотя бы человек будет делать то, что вот на первой ступени, это уже количество зла в мире уменьшится. Вина до пьянения не пей, пьянство да не ходит с тобой по пути твоему. Ну, Священное Писание достаточно спокойно относится к употреблению алкоголя, но резко, отрицательно относится к чрезмерному употреблению. Если мы обратимся к той же книге притч, где тоже говорится о вине, то вино глумливо, секира, буйно. Если много выпьешь, то ничего хорошего из этого не получится. Давай, Алчищему, от хлеба твоего, нагима от одежды твоих, от сего, что у тебя в избыток, твори милостынь, и не жалеет глаз ты, когда будешь творить милостыню. Снова идет речь о милостыне. Ну и давайте вспомним слова Христа, который говорит, если у тебя две рубашки, отдай одну. Две рубашки – это уже избыток. Здесь та же самая речь от избытка. О избытке. Раздавай хлебы твои при гробах праведных, но не давай грешникам. По мнению экзегетов, здесь указания на поминальные службы, ну или там поминальный культ у умерших. Раздавай хлеба при гробе праведных. Значит, кто праведные – евреи, а кто грешники – язычники. То есть, вот в этих поминальных трапезах могут участвовать только евреи, а не язычники. У всякого благоразумного проси совета и не принадлежа советам полезным. Ну, тоже наставление очень похоже на книгу притчи, которая там говорит, что если человек мудрый, то он и будет спрашивать у мудрого. «Благословляй Господу Бога всякое время, проси у Него, чтобы пути твои были правы, и все дела твои намерены и благоуспешны». Ну, пути – это, понятно, пути жизни. «Ибо ни один народ невластен в успехе и начинании своем, но сам Господь не посылает все благое и, чего хочет, уничижает по своей воле». Ну, здесь говорится о величии и всесильности Бога. И если человек не молится, то если даже речь о народах, если народы там что-то замыслили, но Господь это не приемлет, у них ничего не получается, если же человек благословляет Господа, то Господь сам поможет. «Помни же, сын мой, заповеди мои, и не сгладься о ней сердце твоего». Священное Писание Пятикнижек как раз говорит о том, что заповеди нужно написать над глазами и на правой руке здесь больше, в сердце. Почему в сердце? Почему там не в голове? Или не знаю, почему именно в сердце? Для нас сердце – это орган эмоций. Орган разума – это голова. Но в древности немножко по-другому. Сердце как раз центр человека, разумная часть человека. Ну, а эмоции ниже, в животе. То есть эта фраза «бабочки в животе», они как бы по-библейски звучат. И, соответственно, если человек говорит о том, что в сердце, то это означает, что в самом центре человека находятся заповеди Господни. «Теперь я открою тебе, что я дал десять талантов серебра на сохранение Гаваилу, сыну Гавриеву, в рагах медийских. Не бойся, сын мой, что мы обнищали. У тебя много, если ты будешь бояться Господу, удаляйся от всякого греха, делать угодное пред ним». Значит, здесь что интересно? «Десять талантов» — это много. Цифры разнятся, потому что мы не знаем, о каком таланте идет речь. Но можно так представить, от 20 до 40 килограмм. Если это 10 талантов, это либо 200, либо вообще 400 килограмм серебра. Ну, это большая сумма. Почему? Потому что в те времена серебро, оно имело больше покупательную ценность. Сейчас серебро, оно считается таким, понятно, что драгоценным металлом, но оно достаточно дешевое. Вот. Почему? Потому что серебра много добыли. А вот тогда серебра еще добыли не очень много, и поэтому серебро стоило дороже. То есть на эти граммы серебра можно было купить больше, чем купишь сейчас. Поэтому, ну, понятно, что даже сейчас 400 килограмм серебра — это баснословная сумма, но тогда это просто гигантская сумма была. Вот. И поэтому отец успокаивает сына и говорит о том, что у тебя много. Но главное, что много, это вот это наставление. Потому что если Тавия будет следовать этим наставлениям, Господь его наградит еще больше. Мы с вами прочитали четвертую главу книги Тавита. Мы с вами были на библейском портале «Экзегет». Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok